Всем привет! Рада видеть вас на моем канале, и в этом видео мы будем делать чудеснейшее колечко буквально за 5 минут. Но прежде ставим лайки этому видео, подписываемся на мой канал и не забываем нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Приступаем! Первое, что я хотела бы с вами обсудить, это варианты основы. Я предлагаю использовать вот такую стрейчевую нить для бисероплетения, она эластичная, еще она называется эластомерная. Я заказала свою на Алиэкспресс, а эластомерную нить фирмы Гамма я купила в обычном магазине. Также, как вариант, вы можете использовать леску или проволоку специальную с эффектом памяти. На нить я нанизываю бусины. Количество бусин зависит от диаметра пальца, но затем в моем случае вычитаем бусины, которые оставят пространство для того, чтобы я могла продеть нитку в оправу для кристалла. Кристалл у меня фирмы, которую больше нельзя называть. Делать я это буду с двух разных противоположных сторон, поскольку в оправе четыре отверстия, право и слева, они будут у меня на разном уровне. Таким образом, кристалл будет как бы немножечко развернут. Это на самом деле вообще ни на что не влияет. Вы можете сделать колечко как на одной нитке, так и на нескольких нитках жемчуга или бисера, или крупных каких-то камней. Все зависит от ваших пожеланий. И тот же самый кристалл тоже, это только ваше исключительное пожелание. Вы можете сделать просто колечко на обычном бисере или жемчуге. Почему стоит сначала пропустить нитку через оправу, а потом только вставить кристалл? Потому что пропускать нитку через оправу, где кристалл уже стоит, будет тяжело. Он просто не даст пройти этой нитке, будет неудобно. И таким образом вы спрячете кончики этой нитки. Я завязываю обычные узелочки, как можно больше, и потом просто отрезаю лишнее. Можно помочь иголочкой. Проверяем, чтобы натяжение не было чрезмерным, чтобы эта нить не износилась очень быстро, и вы просто ее не порвали. Затем вставляем кристалл в ЦАП. Вообще нормальные люди для этого используют специальные инструменты, но поскольку мои инструменты, скажем так, ограничены в возможностях, и они просто-напросто поцарапают этот металл, я решила сделать это при помощи оборотной стороны моего пинцета. Просто поджимаю лапки к кристаллу. Надеюсь, что этот короткий и простой мастер-класс вам понравился. Жду от вас отзывов, лайков и подписочек. И как только видео наберет достаточное количество просмотров, мы увидим, как же сделать замечательное ожерелье или браслет к этому колечку. Забыла добавить. Ведь на моем канале наконец-то открылось спонсорство. Поэтому любые ваши пожелания, порывы я оценю с большой благодарностью. Я имею в виду, если вы будете спонсировать меня или просто захотите как-то меня благодарить, пожалуйста, у вас есть эта возможность. Кнопочку о спонсорстве я прикреплю.